Так, давайте приготовим наш лог. Так, что мы решаем? АПС 1. Ну и, ну и, ну и, название нашего тренажера вот такое длинное. Ложное закрытие переезда при свободных участках приближения. Дальше идет какой-то непонятный значок. И удаление. Ложная занятость блок участка с переездом на табло. Так, выполнить. Тренажер запустился и тренажер нам говорит, что делаем там поиск для АПС четного направления. Ну, почитайте, если интересно будет. Согласно сообщению ДСП имеет место ложное закрытие переезда. При этом на табло наблюдается ложная занятость. Блок участка, на котором располагается переезд. Ну, ладно. Исходные данные можно это называть вполне. Так, БУ. Блок участок с АПС занят. Ну, и, собственно, что там у нас с вами? Ну и закрытие, да? Ложное закрытие. Давайте подумаем, если у нас блок участок считается занятым, то это означает чего? Ну, очевидно, что блок участок, на котором она располагается, зафиксировал занятие. То есть наш с вами блок участок фиксирует ложную занятость. Если блок участок фиксирует занятость, то он вообще разницу понимает, ложная она или не ложная. Нет, конечно, автоблокировка такого определить не может. Поэтому автоблокировка, раз занятость определила, что он АПС-у передает, она ему и передает. Ну, закрывайся. То есть, собственно, отказ-то, скорее всего, у нас с вами связан не с АПС, а связан он с чем? С какой-то проблемой, которая оказывается именно на автоблокировку. То есть, большой вероятности у нас с вами проблема какая? Это проблема автоблокировки. Проблема, скорее всего, будет с чем связана с рельсовой цепью, поскольку чем она занимается автоблокировка, проверяет свободность.